Песня «Славься» на музыку Михаила Глинки считается первым неофициальным гимном России. Именно это произведение открыло программу «Музыкальный путеводитель», посвященную истории гимнов нашей страны в Доме культуры поселка Заречье. Эта программа звучит в честь праздника воссоединения Крыма с Россией, демонстрирует единство всех народов, населяющих нашу страну, отражает все ключевые исторические вехи нашей страны, которые находили свое отражение в гимне нашего государства. Мужской хор под управлением Валерия Рыбникова и Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр Андрея Балина исполнили гимны современности и прошлого. Услышав, как они звучат, школьники с еще большим интересом погрузились в историю государственности и события разных эпох. «Очень интересное мероприятие. Давно такого не было у нас в школе. Было интересно узнать много нового для себя и послушать прекрасный оркестр». История и музыка неразрывно связаны и всегда дополняют друг друга, считает Андрей Балин. По звучанию гимна можно многое сказать о том или ином периоде времени. «Тяжелые времена, исторические и, естественно, музыкальный материал тех или иных гимнов тоже не контрастирует. Он полностью дополняет те или иные эпохи. Поэтому сложность исторического развития и сложность в музыкальном материале, а гимн – это же музыкальная эмблема любого государства, это все прослеживается. И вот нынешний гимн все, все, и те, кто живут за рубежом, все говорят, что и слова, и гимн – просто замечательные. Лучшего гимна во всем мире нет». Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».